Мы планировали завтра сделать ретрит випассана. На хиндии випассана означает наблюдение. И випассана это самая лучшая техника сейчас в мире. Она очень сильная, но очень простая, но очень трудная. Просто сидеть и наблюдать за дыханием, вдох-выдох, наблюдать. Очень просто, просто сидеть и наблюдать за дыханием. Трудно, потому что когда вы будете наблюдать, вы можете пять вдохов наблюдать, а затем вы забываете. С трудом вы наблюдаете десять вдохов и выдохов и забываете о том, что вы наблюдаете. Снова вы идёте в ум, в мысли. Затем снова вы вспоминаете и возвращаетесь к наблюдению за дыханием. И в випассане не нужно как-то придавать какую-то структуру своему дыханию, не нужно его учащать или углублять. Нужно наблюдать просто за тем, как оно происходит. Вы просто наблюдатель с дыханием. Если вы можете наблюдать, если вы наслаждаетесь этой техникой. И у вас есть две вещи. Первая – дыхание. Вторая – это ваше тело. Это то, что с вами 24 часа. Работаете вы, едите, спите. Но тело всегда с вами. И дыхание всегда с вами. Дыхание никогда не прерывается. Если не придет следующий вдох, вы умрете. И дыхание есть всегда. Если вы всегда наблюдаете за дыханием. И випассана означает один час сидеть и наблюдать за дыханием. и есть похожая медитация анапанцити. Анапанцити означает, что когда вы делаете свою ежедневную работу, едите, готовите, гуляете, смотрите, делателем. В то время, пока вы работаете, пока вы чем-то занимаетесь, днем, в это время вы наблюдаете за дыханием или вы наблюдаете за телем. Для кого-то легче за телом наблюдать, для кого-то за дыханием. Но если вы можете наблюдать ваше тело и при этом заниматься другими вещами, тогда вы разделитесь на две части. Первая часть будет делателем, а вторая будет наблюдателем. Ваше тело станет центром, а делание станет вашей периферией. Если вы... Это главный ключ. Это самый главный ключ всех медитационных техник. Просто быть осознанным по поводу своего тела. каждое движение тела, чтобы не прошло без вашего внимания, каждый вдох, чтобы вы осознавали, что вы знали, как движется рука, какие слова вы произносите, чтобы вы знали об этом. Тогда ваша осознанность будет очень сильной. И тогда вы очень быстро начнете наслаждаться медитацией. Вы начнете приходить к настоящему. Потому что тело всегда присутствует. Если вы в уме, он никогда не в присутствии. Он все время гуляет повсюду. От тела всегда здесь. Просто заставьте свой ум наблюдать за темой. В основном вот нынешнее состояние, что вот это ум, это тело, они смотрят друг на друга. Но они никогда не вместе, они всегда. Тело в одном, а он в другом. И когда бы ума и тела не были вместе, тогда вы наслаждаетесь, чем бы вы ни занимаетесь. потому что обе ваша женская и мужская энергия вместе. И когда они вместе, приходят радость. Когда вы идете, когда мужчина встречается с женщиной, иногда происходит радость. И эта радость происходит, потому что ваша женская и мужская энергия встречаются. и эта ума есть у вас внутри также, мужская и женская. Куда идет тело, туда идет ум. И когда они подходят друг к другу ближе и ближе, негативно и позитивно, вы начнете наслаждаться. И в тот день, когда обе энергии встретятся, случится медитация. тогда обе энергии ваши встретятся. И тогда женская и мужская будут встречаться внутри. И внутри вас будет без причин происходить оргазм. Никого не будет рядом, но будет происходить оргазм. Вот то, что я называю беспричинной радостью. Это радость от того, что ваши мужской и женской встречаются. И эта медитация. Медитация приводит обе ваши энергии ближе друг к другу, чтобы они были вместе. И когда вместе, чем бы вы ни занимались, не важно, вы просто будете наслаждаться в каждом моменте. Будет приятно. Медитация приводит в это. Когда вы занимаетесь своими вещами, допустим, вы чистите пол, моете пол, идете, гуляете по дороге, наблюдайте за телом, как тело идет. Вы смотрите за телом и смотрите на другие вещи. У вас становится двое, ваша энергия приходит в тело. Просто сделайте это. вы будете с телом. Чтобы куда шло тело, туда шло пень. Куда идет ум, туда шло тело. И очень быстро вы начнете наслаждаться присутствием. Вы будете в присутствии. Вот это медитация. так что сегодня мы начинаем этот двудневный ретрит випасхана. У нас есть план на сегодня и на послезавтра. Сейчас мы будем праздновать день шивы и после обеда первая сессия начнется в три часа. Будет три сессии сегодня и три сессии завтра. Три сидения. Каждое сидение один час. Просто сидеть и наблюдать за дыханием. Выдох, выдох. Просто наблюдаем. И вначале это будет трудно, это займет время, но если вы начнете наслаждаться, вы забудете обо всем. Я помню, когда я медитировал, даже когда я еще не медитировал и не знал, что такое медитация, я просто пошел на один класс йоги, натуропатии по очищению тела, и они там делали йога-едические асаны. И после каждой асаны там говорилось пять минут наслаждайтесь, расслабляйтесь, расслабляйтесь, наблюдайте за дыханием, будьте своим дыханием. И все лежали и наблюдали. И я наслаждался. Через пару дней, когда инструктор говорил, все, вставайте, теперь следующий асана. я не слушал его. Я просто наслаждался дыханием. Я уходил. Я ничего не слышал. Оставалось только дыхание. Как прекрасно. Полчаса, час проходили, я не знал, просто был с дыханием. И после этого, где-то через год, я прочитал Ошо, и там он говорил о медитации, и он называл это випасами. И когда я увидел, о, я знаю эту технику, я уже наслаждался этой техникой. И после этого класса я вернулся к себе в город, и каждый день во время после обеда я шел в кровати, ложился и наслаждался. Мне нужно было полчаса отдыхать, мне нужно было возвращаться к магазину, а я два-три часа просто лежал и наблюдал за дыханием. Я говорил, как хорошо. И через год я узнал, что это випасана. Я уже сказал, я уже наслаждаюсь этой техникой, я просто не знал, как она называется. Я наслаждался наблюдением за дыханием. Випасана была самой любимой техникой всегда, когда я медитировал. медитировал. кто хочет может присоединиться сегодня. Сегодня и завтра будет шесть сессий и еще другие активные медитации. можете наслаждаться. это будет последний медитационный ретрит этого сезона. 28 у нас последний сатсанг, и потом мы заканчиваем. в три часа мы начинаем. Кто хочет, присоединяйтесь и запишитесь в сатэки. Хорошо. Шивохам. Музыку поставьте. Шивохам. Всегда хорошо. Мы Шива. Мы сознание.